всем салам из солнечного летнего ташкента продолжаем нашу поездку это уже вторая часть мы сейчас находимся в районе бодом зор малая кольцевая дорога этот район где делают козы в общем на рынка конина вот это все можно здесь купить здесь очень много продают их где-то недалеко бодом зор вот видите козы, норын здесь тоже очень насыщенная улица постоянно здесь поток большой сейчас проедемся там будет мост надо амира тимура проспектом где c5 бывшая пожарка ну а там справа конечно там очень красивое здание строится в общем город меняется здесь вот много частного сектора тут слева где-то район новомосковской там в глуби ну а справа это сторону бод это бодом зор вот здесь тоже вот стройки ведутся и мы как раз подъезжаем к перекрестку если направо повернуть то бодом зор можно попасть ну а мы поедем прямо по малой кольцевой вот это вот вся улица кольцевая она на самом деле вот можно полностью круг сделать обратите внимание слева такая пирамидальный дом очень интересный по моему это отель какой-то или что там очень красивый и здесь вот раньше был перекресток сделали такую развязку теперь можно по мосту проехаться есть попасть сторону рабочего городка тоже удобно ну а вот под нами это уже проспект амира тимура слева c5 или c6 в общем в этот район ну а вот справа бизнес-центр всего не видно нб у здания и вот такой вот еще не больные здания здесь строится вдали тоже вон перед рынком маляка тоже вот такой вот отель строится грандиозный вот этот перекресток тоже такой очень пробок много многие вот поворачивать налево это улица шарафа рашидова бывший по моему проспект ленина ну а мы вот в районе в дн х справа ок минор слева белая мечеть вот это вот здание смотрите уже почти готово мы уже подъезжаем маляка вот он рынок будет слева и вот отсюда вот пробки начинается вот этот отрезок пути он постоянно пробки вот до следующего перекрестка и обратно и вот правде я это все урезал здесь я потерял почти минут двадцать-тридцать потому что мне надо было развернуться вот слева это и есть рынок Маляка потому что очень многие здесь разворачиваются к этому рынку там вроде есть стоянки вот это рабочий городок перекресток улица Лабзак а мы развернемся и поедем уже обратно доедем до Шарафа Рашидова улицу и поедем до следующего перекрестка на улице Нур-Авшон вот так вот здесь очень много машин и клиентов здесь много такси вызывает здесь останавливается и за счет этого образуются пробки это я конечно все урезал а так все это отнимает очень много времени вот она справа белая мечеть здесь вот ведутся работы какие-то но это за речкой за мостом вот это вот площадь белой мечети слева вот это вот бизнес-центр водообзор здание НБУ там очень много мероприятий проходит ну а мы сейчас на перекрестке повернем направо вот где-то пожарка или здесь была или следующий перекрест вот честно не помню ну где-то район пожарки это по-моему C6 C5 следующий да это C6 C5 будет уже вот за следующим перекрестком ну здесь тоже видите много деревьев и это очень даже красиво радует создают тень и температура понижается вот если пешком ходить очень комфортно вот наверное пожарка здесь где-то была наверное я вот честно не помню может вот это вот справа или нет сейчас все поменялось это по-моему какое-то министерство сейчас здесь вот дом построили такой вот с круглыми балконами ну а справа еще здесь по-моему какой-то отель то ли широтон то ли еще что вот она справа ну а это уже улица Ну Равшон вот вот ее тоже по-моему раньше не было и она вот прямо до АКТП идет если по ней ехать до конца ну а вот справа слева дома справа по-моему вроде не новостройки вот этот дом уже давно стоит в таком виде и все подозреваю что это дом уже все остановился не строится дальше ну а мы сейчас переезжаем перекресток Лапзак и на следующем перекрестке мы на Себзаре съедем налево и поедем в сторону метро Хамза бывшего Дружба народов мимо вот такая вот поездка вот видите вот так вот сейчас бывший советский автопром в основном грузовой автомобиль сделали очень много возит стройматериалов мебели на Жигулях на Москвичах на Волгах на Волгах очень много вот такие стальные прутя арматуру возят уголки тоже очень многое возит хотя это очень опасно уже по-моему даже закон вышел нельзя больше метра там ну вот по габаритам больше метра нельзя выходить ваш багаж ну а там было как мы видели больше метра ну таких вот как раз сотрудники госавтоинспекции и останавливают часто говорят что уже в Казахстане говорят уже нету таких патрульных чтобы стояли вот так с жезлом и останавливали а здесь есть у нас очень много еще но я заметил если ты ремень есть в телефон не разговариваешь и едешь не нарушаешь никто не останавливает иногда бывает что если с пассажиром то они с налоговыми там инспекции могут остановить проверить наличие лицензии если частным извозом занимается человек но если человек один за рулем они даже не останавливают ну заметил еще останавливают тонированный сейчас тонировку разрешили заднее стекло и задний лобовой и задний пассажирский передний платный и вот я заметил что вот когда передний платный ну передний затемненный они вот такие машины тоже останавливают наверно проверяют есть ли разрешение это платная услуга можно тонировать передние стекла ну надо платить ежегодный так скажем абонемент там ни разу заплатил а надо ежегодно делать оплату вот такая вот опция есть хотя я не понимаю почему это жаркая страна здесь вообще должен быть без проблем даже желательно чтобы затонировано было раньше нельзя было даже задние пассажирские двери эти стекла тонировать сейчас разрешили с этого года с прошлого года вот год назад как разрешили осенью по-моему ну на этом спасибо ну а вот в Бельгии там проблем не было там по-моему нельзя было 100% тонировать а так автомобиль даже тонированные продавали новые ну а мы сейчас проезжаем в районе площадь дружбы народов вот это вот здание тоже справа почти готово ведутся косметические работы скоро она откроется заметили здесь вот тоже дерево растет внизу вот все значит силы природы ну вот здесь тоже есть деревья ну а мы выехали из туннеля и уже едем в районе Оли Мачли слева справа это как ты раньше назывался Бишагач по-моему или чуть далее чуть ранее это было где мы проехали ну а здесь вот справа я имею ввиду Бишагач не район а массив Бишагач вообще слева ну а здесь муст над речкой Босу слева вот метро выходит тоже наружу ну деревья уже смотрите листья уже желтеют уже очень много желтизны осень осень на подходе это был 8 августа записи ну а сейчас немножко похолодало вообще-то у меня у меня еще есть несколько записей я их все выложу потом потом буду на осенние зарисовки начну снимать и что у меня места нету для жестком диске для файлов новых так как я снимаю в 4к сейчас буду разбираться какие-нибудь старые все и буду выбрасывать прошлогодний оказался все выбросил хотел нарезку показать ну а мы сейчас надо метро но в за проезжаем и здесь мы как раз съедем и поедем выйдем на улицу муками вот так вот можно съехать без светофора и попасть на улицу муками в сторону текстильного вот так вот все здесь изменилось это уже улица муками метро но за бывший метро хамза тысячу мелочей у нас здесь раньше трамваи ходили ну вот так вот сейчас сделали такой заборчик поставили чтобы люди не переходили ну люди вот переходит вот таких местах хотя не советую потому что есть на метро но за надземные пире пешеходные переходы очень удобные пешком ходить полезно ну а здесь вот мы сейчас развернемся и на этом спасибо как развернемся с на зеркала кучах подожди вот там какие тут и Продолжение следует...